Некоторые организации действительно усыхают. Например, мы наблюдали за последние 20 лет, как практически исчезла ЮНЕСКО. То есть это была важнейшая организация в свое время и сейчас. Кроме одной функции, это охрана памятников, она больше никаких функций реальных не несет. Но при этом, если ты приедешь в Париж, увидишь огромные здания, огромное количество чиновников, которые вроде бы что-то делают, но реально организация уже невлиятельная. У Евросоюза есть все-таки основания. То есть это общая валюта, общая граница. И если даже все остальное будет в кризисе, то таким образом Евросоюз будет существовать. Вообще все эти разговоры о развале Евросоюза... Ну вот я, знаете, я говорил недавно как раз с губернатором Донецкой области, с Тарултой, и когда я его спрашивал, а что вы планируете, вот допустим, закончилось все, что вы планируете, как вы будете с населением вот с этим взаимодействовать, работать, он говорит, что у него есть программа, значит, первый визит в Европу. То есть хотя бы один раз они хотят профинансировать всем жителям Донецка посмотреть Европу, посмотреть, как разваливается Париж, как загнивает Берлин, Амстердам, понимаете? То есть надо же увидеть это все. И тогда эти разговоры все закончатся. То есть эти разговоры могут влиять только на тех людей, которые не были в Европе. Европа действительно болеет всеми болезнями человечества. Но именно потому, что там максимально интенсивная, максимально комфортная жизнь создана для человека. Лучше, чем где бы то ни было. То есть лучших условий для жизни, для развития человека, для образования, чем в Европе сегодня нигде нет.